Всем доброе утро предновогоднее. Сегодня у нас последний книжный завтрак в этом году, потому что сегодня 30 декабря, хотя на самом деле сегодня 23. Но мы уже записываем последний книжный завтрак. Как мы и обещали, в этом завтраке мы расскажем про свой идеальный завтрак. Конечно, он не обязательно должен быть новогодним. Это Dutch Baby, голландский блинчик, несмотря на название, с которым меня впервые познакомила Света. Я сама с этим блинчиком познакомилась благодаря, господи, благодаря книжкам, которые выходили в какой-то газете. Толик комсомольской правде. Вот они периодически выпускают, знаете, то про художников, то у них была кухня мира. И там как раз таки был этот блинчик. Я у тети сидела, тетя просто собирала эти книги. Я сидела у нее, просматривала и голландский блинчик. У меня сразу крышу сорвало, надо срочно готовить. С тех самых пор это мой самый любимый завтрак. Но я его очень редко готовлю. И, наверное, вот Новый год, вот эти новогодние каникулы, это повод, чтобы приготовить этот блинчик. И мы с Катей сегодня, чувствую, будем его кушать, когда мы будем драться за все кусочки, потому что в следующий раз я его буду готовить уже когда будет заканчиваться 2019 год или в начале 2020. В оригинальном рецепте этого блина используют яблоки. Мы пробовали его с яблоками, чем мы только его не пробовали. Да, если говорить на чистоту, то как бы самый оригинальный блин это без всего. То есть вот это одно тесто. Вы запекаете его в духовке, да, и потом туда добавляете добавки, какие ваша душа пожелает. То есть он может быть сладкий, может быть не сладкий. Мы не сладких вариантов пробовали не так уж много. Мне кажется, только делали его с грибами, с ветчиной, что-то такое было. Мне нравится больше сладкий вариант блинчика. Да. Так вот, идеальный блин, который нам понравился обеим и понравился сильно, это блин с грейпфрутом. Хотя мы пробовали и с киви его делать, и с мандаринами, и с грушами, и с ягодами, и с грушами. В общем, вот ваша фантазия, куда полетит, вот с тем вы можете сделать этот блинчик. Да. Ну, наш вариант это грейпфрут. И давайте уже наконец-то посмотрим рецепт и начнем есть, потому что я голодная. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Единственное, что я не знаю, как мы будем с тобой его есть, потому что мы не взяли тарелки. Это же надо быть гениальными людьми. То есть мы как в сковороде его приготовили, так его и сейчас будем есть. Вот еще что важно. Этот блин не очень привлекательный на вид. Это действительно так. Но вообще, когда вы его готовите с чем-то твердым, он, конечно, на вид получше. А вот если мягкое, то есть мандарины, грейпфруты, киви, они немножко раскисают все-таки, и да, похоже немножечко на кашу. Хочешь сказать, боже, я так по тебе скучала. Ну, он великолепен. Это, наверное, единственное тесто, где мне нравятся вкусы яиц. Я обожаю этот карамельный вкус, который дает вот этот вот сахар, который мы плавим. И мне очень нравится, как он сочетается с кислинкой и горчинкой грейпфруктов. Я, кстати, специально сижу с закрытыми глазами, чтобы вы оценили мой макияж. Да, я тут репетирую новогодние макияжи, хотя я знаю, что Новый год я буду встречать без макияжа. И я буду без макияжа. Причем еще в пижаме. Пижаме с хвостиком на голове. Да, не без всякой там праздничной одежды. Ну, мне просто нравится, поэтому я развлекаюсь, как могу. С тобой пойдем где-нибудь посидим. И тогда можно вынаграться. Короче говоря, на макияж. Еще я тут недавно, мы с мамой досидели, я навещала ее в больнице. Мы с ней вспоминали всякие разные смешные моменты в жизни. И мне там вспомнился один яркий момент, который связан у меня с Новым годом. Он случился в момент подготовки. Я первый раз встречала Новый год самостоятельно со своей подружкой, когда мне было 14 лет. Ей 12. Мы встречались с ней вдвоем. Родители, я не помню, куда они уходили. Наверное, были у бабушки, а может в гости ходили. Не помню уже этого. И мы же сами готовили новогодний стол, все сами покупали. Это было так круто и так здорово. Я помню, как мы собрались за продуктами и пошли на базу. В то время вот база, это был главный поставщик продуктов. Это было прям вот, я не знаю, все ходили закупаться на базу, а не в какие-то там супермаркеты. Мы пришли на базу, купили, да. И обратно домой пошли пешком. И получается, там идти, от этой базы туда к нам было где-то 5 остановок. Мы были очень голодные, а мы покупали колбаску вареную для оливье. И мы с ней дорогой, а там надо проходить промзону. Мы с ней дорогой достали этот батон колбасы, разодрали зубами эту клеенку и стали прям от батона откусывать кусочки. Ах, красиво же это, не претишь ты это. Во-первых, нам эта колбаса оказалась невероятно вкусной. Это была докторская вкусная. Когда ты ешь на улице, все вкусно. Но вы бы видели, как реагировали на нас проезжающие машины. Они, наверное, думали, что это две сиротки, укравшие колбасу на базе. И быстрее пытающиеся ее съесть, пока ее не отняли. Оливер Твист по-ростовски. Я надеюсь, что вы все помните, почему именно сегодня мы готовили свой идеальный завтрак. В начале декабря мы объявили творческий конкурс на ваш идеальный новогодний завтрак. Это просто удивительно, но я не ожидала, что так много будет красивых фотографий из их рецептов. Каких-то невероятных рецептов, причем некоторые из них настолько красивые, что ты думаешь, а зачем Линда Лумылина работает, когда вот есть наши зрители? Но победителя мы будем еще выбирать эту неделю. Вы же знаете, да, мы записываем это 23 декабря, потому что я очень боюсь, что 29-го. А работу мы принимаем до 25-го просто. И окончание этого видео мы запишем уже после 25 декабря. И у меня огромная просьба ко всем, кто участвовал и в ВКонтакте, и в Инстаграме. Пожалуйста, напишите в той социальной сети, где вы участвовали. Напишите нам либо в Директ, либо в сообщениях ВКонтакте. Свой адрес мы хотим всем-всем участникам отправить открытки. С благодарностью за то, что вы поддержали нас в таком действительно сложном конкурсе и интересном. А сейчас мы свой, блин, у меня остался на вилке еще кусочек. Я вот держу его на вилке. Сейчас я за кадром открою. Я вижу, что Катя косится глазом на мой последний кусочек. Мы с вами встретимся для вас ровно через 30 секунд, а для нас через 5-6 дней. И снова здравствуйте. Сейчас 10 вечера, 29 декабря. Завтра утром выходит завтрак, который Светочка сейчас пойдет монтировать. И мы очень долго, сейчас мы будем заниматься очень-очень-очень-очень сложным делом. Это выбирать победителя. Во-первых, нам бы хотелось еще раз сказать всем участникам огромное спасибо. Я, положа руку на сердце, скажу честно, что я, во-первых, не ожидала, что участников будет столько. Потому что конкурс, ну согласитесь, да, не из самых простых. Здесь надо было очень сильно заворочиться, потратиться, потратить свое время. То, насколько красивые фотографии, какие оригинальные рецепты были. Да, насколько были классные рецепты. Мне бы хотелось вот прямо вот приготовить все. Некоторые рецепты, вот смотря на фотографии, мы уже с Катей попробовали. Я, правда, не буду говорить какие. И я очень рада и счастлива, что наши завтраки пришлись по душе, чтобы вот как-то, да, сподвигли вот тоже готовить вместе с нами. Потому что огромное количество фотографий прилетает к нам в сториз и просто, да, выкладывают, отмечают нас в Инстаграме после каждого книжного завтрака. Это очень приятно. Это самая важная для нас отдача, которая только идет с нашего канала. Потому что это поддержка. Это толкает вперед и хочется что-то делать, хочется как-то развиваться. Я надеюсь, что у нас действительно это получится. Я уверена на 100% это не последний такой творческий конкурс в книжных завтраках, потому что мне очень понравилось. Я тоже, как и Света, не ожидала такого количества фотографий. Я не ожидала таких рецептов. Давайте теперь посмотрим все фотографии, которые прислали наши зрители. А потом мы вернемся и скажем, кто же победил. Так, фотографии для конкурса можно было выкладывать у нас в группе ВКонтакте и в Инстаграме с хэштегом завтракстутокгерс. Давайте сначала посмотрим, что было ВКонтакте. Посмотрите, какая красота. Я очень люблю. Я сейчас голодная, мне вообще на это нельзя смотреть. Дальше у нас просто потрясающая панакота. Я обожаю панакоту. Клубничная с мятой. Следующее у нас шло что? Прям запахло мандарином. Это оладушки. Очень красивый. Я боюсь, что у меня настолько красивый пудинг не получится. Инна Демина, вы потрясающие, у вас волшебные руки. Теперь Инстаграм. Здесь у нас почти 40 публикаций. И они все просто потрясающе красивые. Ягодный пирог. У нас разбегаются глаза. Да. Вот в группе ВКонтакте... В группе ВКонтакте, кстати, были популярные маффины. В группе ВКонтакте девушки там общались между собой, говорили, что девочкам сейчас не позавидуешь, потому что выбирать будет очень сложно. Да, вот они оказались совершенно правы. Блинчики я тоже люблю, но по блинчикам у нас Катя. Да, я умру готовить блины. Катя всегда ответственна за блинчики. Вафли. И вафли обожаю. Но мне кажется, вафли у меня не очень всегда получаются. Как ты думаешь, Катя? Да ты посмотри. Да я вообще твоих вафель никогда не ела. Как не ела моих вафель? Ты что? Это надо срочно исправить. Но они невкусные. А вот яблоко в виде розочки. Вот такое я бы точно не сделала. Не яблоко в виде розочки. А яблочный пирог. Имбирные прянички или имбирные печеньки. Вот красивая штука наверху из Гарри Поттера. Я вообще не понимаю, как это делать. Я вообще такой не особо опытный кулинар. Да, Катя у нас вообще не кулинар. Да, Катя? Да. Вот, кстати, оливье. Ты его не открыла. Если оно загрузится. Нет, оно грузится. Вот. И тут недавно у нас, кстати, был разговор об оливье, да? Все резко захотели оливье. До Нового Года все кричали про то, что никто не ест и не любит оливье. Но как дело к Новому Году, оливье сразу захотелось. Это уже на генном уровне. У нас оливьешка и сельдь под шубой. Вот эти маффины красивые. Да. Да нет, здесь все очень. Вот, вот, вот он впереди еще чизкейк. Окошечку можно не есть? Впереди чизкейк, который я бы с таким удовольствием съела сейчас. Кстати, вот это была первая фотография от участников. Я не умею готовить чизкейки, кстати говоря. И вот я не знаю, мне очень нравится, что по этому хэштегу только... Я назову это шедеврами. Я с тобой полностью согласна. Мне очень приятно. Я не знаю. О, это полено. Рождественское полено. Я никогда не готовила рождественское полено, но всегда очень хотела. Надо когда-нибудь это вот исправить. Ну и давайте, да, покажем фотографию победителя. Да. После долгих, мучительных раздумий мы решили, что выиграли. После того, как мы пытали светиных сестер. Да. Вот этот вот потрясающий цитрусовый... Нет, апельсиновый, правильно сказать. Апельсиновый пирог. Мы с огромным удовольствием поздравляем Екатерину. Ждем от нее адрес и ждем подробный рецепт того, как приготовить этот... Это апельсиновое чудо, я не могу сказать по-другому. Кстати, мы с Катей, когда выбирали фотографии, мы никак не могли остановиться на одном победителе. И мы привлекли к этому выбору еще и моих сестер. Но я хотела добавить, это не значит, что у остальных были фотографии хуже или рецепты хуже. Но мы не можем выбрать всех. Вот, к сожалению. Это очень, очень грустно, потому что никто из нас не ожидал такого количества фотографий. Ну, мы почему-то думали, ну, 5-10 максимум. И еще раз напоминаем, чтобы все участники прислали нам адреса. Если вы выкладывали фотографии в Инстаграме, то в Инстаграм. А если ВКонтакте, то ВКонтакте, чтобы мы всем отправили открытки. Открытки мы, конечно, не сможем отправить вот с копом все сразу. Но, я думаю, в течение января мы обязательно пришлем вам весточку, чтобы хоть как-то отблагодарить вас за участие. Еще раз поздравляем Екатерину. Мы обязательно в ближайшее время отправим ей подарок. Я надеюсь, что многие вещи для нее станут приятным сюрпризом. И, Екатерина, ну, обязательно дайте нам знать, когда вы получите наш подарок. А всем вам огромное спасибо, что вы до сих пор с нами. И с наступающим Новым Годом! Котики, режем салатики.